Из книги «Открытым оком», 10-й том, тема Лапкин книги, вопрос 2355. «Так что же, интернет так и молчит на вашей публикации? Или кого-то всё же задело?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Случайно обнаружил наш программист брат Александр Загуляев. Телефон 311347. Только одно ругательство от некого Олега Моленко, вероятно, от Каширской безумной ереси от роста. Они на тысячной версте позади от самых диких еретиков отстоят, верят в бред и не верят в Библии. Делает Олег много выписок из святых отцов о ереси, о самочиниях, о расколе, о несокрушимости церкви ротами адовыми. И тут же всё это переносит к кому-то, а не к себе. Хотя на нём, как на римском рабе, несмываемые клейма ереси и отступничества. Этих богородичников-каширцев невозможно даже всерьёз воспринимать. Они излучают фиолетовое кривляние и шутовство безбожное. Абсолютно нет намёка на страх Божий. Духовные аферисты и эквилибристы на сцене. Признают многих святых отцов и их рассуждения о церкви, а сами вне церкви. Вот что ему пишут и как он отвечает. Здесь полностью его ответ дан. Наталья М. Новосибирск, Россия. 22 февраля 2004 года. 12.14.25. Благословите, батюшка. Очень бы хотелось знать ваше мнение по поводу двух сайтов. «К истине Ямал» и «К истине Барнаул». Это сайт Игнатия Тихонича Лавкина. Эта личность незаурядна и многое из того, что он говорит, перекликается с вашим сайтом. Посмотрите, пожалуйста, отвечает Олег Моленко. Бог благословит тебя, Наталья. Мне приходилось ознакомиться с материалами сайта Игнатия Лавкина. У меня нет ни времени, ни желания давать полный и подробный анализ всех его материалов, ограничить краткой характеристикой некоторых важных моментов. Несмотря на желание опираться во всем на священное писание, в суждениях и мнениях Игнатия Тихоновича есть много ошибочного, ложного и даже богохульного и иеретического. Подход у него к писанию протестантско-рассудочный, а не духовный. Он законченный книжник, который препарирует текст писания и делает вырезки по каждому возникающему вопросу. Такой подход может давать попадание, но часто приводит к ошибкам и ложным толкованиям. От ошибок в понимании происходят и ошибки в жизни. Так Игнатий Лавкин не внял словам святых отцов, привяжи обремененную ладью свою к кораблю отцов своих, и они управят тебя к Иисусу, могущему даровать тебе смирение и силу, и разум, и венец, и веселие. Аминь. Преподобный Варфанойс, Варсанофий Великий и Иоанн Пророк. Ответ 258. И не привязал обремененную немощами утвую ладью своего ума к кораблю отцов, и вознамерился на ней самостоятельно приклыть к Иисусу. В результате он потерпел кораблекрушение веры, и вместо возвращения к желаемой истине попал в прелесть бесовскую. Сорок лет его жизни и деятельность не привели его к благодати и истине, но к тщеславному самомнению. Писание, по слову святителя Игнатия Брянчанинова, допуская к себе лишь смиренных, отвергая гордых. У дел гордых и высокоумных – прелесть бесовская. Желая уйти от формального и искаженного православия, московской патриархии Игнатий Тихонович в реальности так никуда и не ушел. А в теорию ушел в подобное протестантизму новое, в кавычках, «православное искажение». Подчиняется он епископу Евтихию Курочкину из отступки отступкинического синода РПЦЗ митрополита Лавра, который пошел на полное соединение с епископатом московской патриархии. Таким образом, все его правильное обличение – МП – есть надутое пустословие, которое не имеет никакого значения. В одном месте он говорит о создании МП Сталином Берии, Кагановичем сотоварищи, о тотальной лжи, вне, снизу, доверху и во всем. А в другом – хвастливо заявляет, что, дескать, все же он не дошел до того, чтобы отвергать благодатность в МП. Выходит, Палапкино, что на структуру, созданную богоборцев и в своих целях, пропитанную тотальной ложью, сходит благодать Божией. Неудивительно, что он, в конце концов, оказался, по сути, в этой же структуре. Из основных погрешностей Игнатия Лавкина укажу на следующее. Первое. Протестантский перекос в сторону Священного Писания в противовес преданию Церкви и учению святых ее отцов. Второе. Умаление значения личности Престой Богородицы Иванея мало сказано в Писании. Третье. Непонимание значения Святой Евхаристии в жизни Церкви и, как следствие, умаление ее значения с заменой на изучение Библии. Четвертое. Непонимание сути монашества, монашеского и пустынно-жительского подвига, осуждение уединенного подвига преподобных отцов и его отвержения. По Лавкину отцам не следовало уходить из мира, но надлежало нести проповедь Евангелия. Здесь Лавкин путает служение святых апостолов и их преемников с подвигом преподобных отцов. Просмотрел он и забыл слова святого апостола Павла, евреям 11.33. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Пятое. Тяготение к баптистам. Совет посещать их службы. Откровение, что он посещал их служение сотни раз. Забыл Лавкин, что по канонам церкви, что кто помолится с еретиком, хотя бы в своем дому, а не то, что в их храмах, тот сам становится еретиком. Но ведь в Библии это не сказано. Скажет на это Игнатий Тихонович. Я возражу ему, но ведь и про проповедника Игнатия Тихоновича Лавкина из Барнаула в Библии тоже ничего не сказано. Значит, его не надо слушать. Шестое. Бездуховность и безблагодастность всех его слов, ответов и речей. Все это лишь разновидность, богословие, что на языке святых отцов именуется прелестью мнения. Седьмое. Неправильная, негибкая фарисейский формальная и жесткая практика. В его общине установлено по пониманию Лавкина одинаковую для всех подряд. Так и хочется сказать ему. Пойми наше время и вспомни слова Господа в адрес фарисеев о возложении имена верующих людей в бремен неудобоносимых. Забыл Игнатий Тихонович слова апостола. Римлянам 15.1. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. А также Галатам 6.2. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Валерий Варакита, Дайтон, США, 10 февраля 2004 года, 12.41. Здравствуйте, отец Олег. Я прочитал исповедание и делаю выбор к церкви Анна Богослова. Конечно, многое еще не разумею, но сердце чувствует истину. Я вам доверяю. Я ознакомился с книгой к истинному православию, к истине Барнаул. Там рассказывается об истинном троекратном крещении при полном погружении к истинным священникам. И причем не за деньги. А глаши до три лет, три лета да получается. Если же будет подчалив, усерден, да будет приятен, принят. Не времени, босмотрим, но обычаем. Апостол Ла Павла, правило 14. Отпечает Игнатий Тихонович Лапкин. Что из себя представляет ересь Олега Моленко? Он среди тех, кто ложно трактовал слышанные слова Христа об участии апостола Иоанна Богослова. Олег всю свою паутиновую башню хитреца строит на самоизмышленном толковании слов Христа о вселенской проповеди и относит все к полной безблагодатности в церкви и о возобновлении хиротонии в церкви Христовой через воскресшего, по его дикому убеждению, Иоанна Богослова. Но где Иоанн воскрес, с кем постричался? Кому дал свои откровения? Это как у адвентистов и у мормонов, или у монахов-пустынных. Ни откровений Миллера, ни дощечек Джозефа Смита или Пахомиевых никто ни разу не видел. А мы должны просто по слуху верить тому, что анафематствуется Павлом в послании к Галатам. Галатам 1.8.9. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Второе филоспинкивецам 2.2. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от слова, ни от послания. Как бы нами посланном, будто уже наступает День Христов. Далее с сайта Олега Моленко. Далее с сайта Олега Моленко. Он является также защитником, попечителем, охранителем и руководителем церкви Христовой до времени славного второго пришествия Господа Иисуса Христа на землю среди живых и мертвых. Тогда он, как друг жениха Христа, вручит ему, его невесту, церковь, что ни один епископ-отступник не может войти в истинную церковь. Иоанна Богослова. А священник-отступник или любой другой клерик не может быть принятым в клерк, но должен пребывать в разряде кающихся до конца дней своих. Одна и единственная святая соборно-апостольская и истинно православная церковь, руководимая воскресшим первоапостолом, евангелистом, наперстником, сокрестником, братом и другом Христовым Иоанном Богословом, Серафимом, равным ангелом мира и великим первоиерархом церкви последних времен, гонимая всемирно воцарившимся, коллективным, в кавычках, антихристом, первого Иоанна 2.18 и укрывающимся от зверя Багрянова, в кавычках, откровение 17.3, в кавычках, в пустыне, откровение 12.6, откровение 12.14 и, в кавычках, в горах, и, в кавычках, в горах духовных Лука 21.21 утверждает для всех истинных православных христиан единое экклезиологическое исповедание веры. Это исповедание, особенно насущное в нынешнюю годину яростной брани дьявола, его служителей, еретиков и конечных отступников на церковь Христову. Да будет это верным для укрепления и назидания ко спасению во Христе Иисусе Господе нашим и Спасителем, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Таково общее экклезиологическое исповедание веры Церкви последних времен, находящееся под руководством первого иерарха, святого апостола Иоанна Богослова. Это исповедание должны строго содержать все члены Церкви Иоанна Богослова, а также принимать те, кто желает присоединиться к этой одной единственной Церкви Христовой. Все прочие существующие церковные структуры, невзирая на разницу между ними, в настоящее время не входят уже в тело Христовой, лишены спасительной благодати. Если кого-то из числа благонамеренных в этих структурах и спасает Господь Бог по своей неизреченной милости, то пача чаяния, вопреки пребыванию в отступнической структуре и в виде особого исключения. Пребывание же в этих структурах не только неспасительно, но много препятствует спасению. Незнание этого и непонимание не имеет никакого значения, но является погибельным грехом. Кавычки закрыты. Сравните с тем, что написано у блаженного фифилакта болгарского на толкование степов Евангелиста Иоанна Богослова. Иоанна, 21, 20 по 23 стихи. И Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди, его сказал, Господи, кто предаст тебя? Его, увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду. Что тебе до того? Ты иди за Мною. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду. Что тебе до того? Подивись, пожалуй, скромности Евангелиста, с какой он исправляет ошибочное понимание многих, которые не уразумели сказанное о нем Господом. Но подумали, что он не умрет. Этого не было. Господь сказал не то, что он не умрет, но что он не будет проповедовать одно время с Петром. А останется после него, пока приду, то есть пока я не захочу вывезти его на проповедь. Тебя я на него вожу на попечение Вселенной, и ты следуй за Мною. А он пусть останется здесь, пока я опять приду и выведу и его, как тебя. Некоторые же так понимают. Петр, услышав, что он умрет за Христа, сказал, что же Иоанн, не умрет ли и он? Христос не отверг этого, ибо вся, кто родился, тот и умрет, а сказал, если я хочу, чтобы он прибыл, то и жил до кончины мира. И тогда садился мучеником за меня, а те, и говорят, что он жив, а будет он пришлен антихристом, когда вместе с Ильей станет проповедовать Христа. Да, если указывает гроб его, что до того, он вошел в него живой, а потом представлен, как Енах и Илья. Итак, Евангелист опровергает ложное мнение тех, кои подумали, что ученик сей не умрет, а будет бессмертным, ибо сущая ложь, чтобы человек был бессмертным. Хотя Енах и Илья не умирали, однако же они смертны, так и он, хотя не умер, но умрет. Посему понимание слова «не умрет» в том смысле, что будет бессмертным, ложно, иные утверждают, что он умер, а слова «если я хочу, чтобы он прибыл», понимают так, как мы выше изъяснили. Мы высказали все мнения, чтобы для любопытных ни одно не было безыцвестно. По нашему мнению слова «чтобы он прибыл, пока приду», лучше понимать не о жизни, а о разлуке с Петром, как понимал это достославный и златоустый Иоанн. Далее Игнатий Тихович. Так какой же может быть отзыв от человека, содержащего свое безумное учение? От такого каширского или иного сгустка тьмы и безумия, и поэтому все отрицательное и зустревоисходящее в нашу сторону есть похвала нам и тому, что мы исповедуем. Так было всегда с правоверными, со Христом, с апостолами. Иногда мне делают упор, что я оказываю как бы почет этим этаким хулителям и свекоколед молитвам, что отвожу им в своих трудах столько места. Дело в том, что хотя эта и плевотина и сранная, но нужен и химический анализ ее, чтобы не каждый увяз в ней, но остерегся ее, если прочтут наши изъяснения и писовских, в кавычках, откровений. Были эгористы ильинцы. Они точно той же терминологией пользовались, что и Олег. Олег-то может и не верить в то, что пылится из его рта. А вот то, что он просто переглотнул чужую блевотину, демон мог и не шепнуть ему о том. А дядя Олег на полном серьезе мыслит себя изобретателем и входящим в историю через арку победителя. Может и не знать, служа сосудом дьявольской лжи, благодать не структуру руководства МП Патриархии, а церкви. А он и тут делает обман, и на одних наручниках подвешивать пытается то и другое. Имею желание с такими встретиться, посидеть, посмотреть в глаза их лукавые, сделать еще одну попытку поставить их на место их мозги, а лукавую душу их в страх привести. Еретики на поле сорняки. Дички не о культуре их садовник, о многих не осталось и строки, и кто теперь их знает или помнит, но изучая их учение ересь, нашел у них во многом было лучше. Нашел у них во многом было лучше. Я говорю вам не о том, что мерзость, но укажу, что к бедам нашим ключик. Так неумеренно у нас иконопочитание, иконам праздники и храмы посвящают, мы за дозволенную оказались гранью кумиров, ищем грешными очами. Израилю Бог часто выставлял в пример языческое слово на щите, показывал Иуде заросшие поля, и этим ревность вызвать в них хотел. Смотрите, православные попы, как изучают Библию сектанты. Несите жаждущим писания испить не только угольки на дне стакана. Еретики до дальних континентов своих миссионеров рассылают, а вы Россию не другом в аренду отдали, кинули, прочвалившись, проспали, и ваших подопечных столько пало, загублено, проглочено без счета. Не храмы из святых, а будто свалка. Сектантам не годите все подметки, у них любая дряблая старушка, читает Библию, их этому там учит, вам не мешало бы сходить к ним и послушать, они и в жизни наших многих лучше. Терновник из преданий и традиций мозги закупорил, и кто дурнее нас, кто возвышается, падет вот так же низко, светильник у того давно угас. 9 августа 2004 года Игнатий Лапкин Синтон Синтон Синтон